Портленд В стране это мало кого пугает, ведь так уж исторически сложилось, что перемены в Америке происходят зачастую в результате бунтов. Этой ночью я тут вместе с теми, кто героически противостоит репрессивным и жестоким действиям федерала, которые были посланы сюда фашистским режимом Трампа. И мы здесь, чтобы положить конец белому супрематизму. Уже более двух месяцев в самом центре, в даунтауне города Портленд, штат Орегон, проходят акции протеста в поддержку движения Black Lives Matter. Это происходит напротив здания федерального суда. И вот это пепелище является своеобразным символом разделения города на две противоборствующие силы. Вернее, они борются это за одно и то же, но разными способами. Вот по эту сторону ровно в семь часов мирные протестующие начинают своеобразное шествие, молчаливое, очень спокойное и действительно мирное. А вот с этой стороны как раз находится такой, уже можно сказать, лагерь демонстрантов, которые настроены более агрессивно и более воинствующие. Именно они вступают в ожесточенное противостояние с полицейскими и с федеральными агентами, которых сюда прислал Дональд Трамп. Вот это вот, собственно, сам такой импровизированный лагерь, который разбит протестующими напротив здания федерального суда. Вот здесь такие палатки. Мягко говоря, мне кажется, это антисанитарные условия. Хотя здесь даже есть пункт первой медицинской помощи. Хотя, не знаю, мне кажется, что эта помощь может для кого-то стать последней, если в таком пункте ее получать. Здесь еда, в общем, здесь полная инфраструктура такая импровизированная. Даже есть туалеты, в которых периодически случаются странные вещи. Люди не могут из них выйти или им что-то кажется там под воздействием каких-либо препаратов. Народ здесь, на самом деле, вооружается чем может. Вот, например, человек идет с такой палкой увесистой, кто-то использует бейсбольные биты, кто-то зонты. И тоже такой импровизированный самодельный щит из крышки для гриля. Вот эти вот шарики, такие разноцветные, это на самом деле не то, что вы подумали, а это то, чем стреляют в людей федеральные агенты. А вот это как раз та самая канистра со слезоточивым газом, которую используют против протестующих. Вот сейчас нам предложили местные активисты показать, как сделать маску своими руками, чтобы защитить себя от слезоточивого газа. What's your name? Майкл. Майкл. Майкл нам покажет, как делать вот эту самую защитную маску. So, what do you need for that? Чтобы самому сделать защитную маску от газа, все, что вам понадобится, алюминиевая банка от пива, двухлитровая пластиковая бутылка, уголь, марля или другая дышащая ткань. В общем, Майкл говорит, что это работает, и он уже протестировал это на нескольких людей. Тем, кто наблюдает за истинными протестами за пределами Портленда, кажется, что тут воюют с федералами, что с них все началось. Но на самом деле у людей, которые протестуют с самого начала, с первого дня, да и у журналистов, таких как я, кто освещает эти события, точно такие же стычки были и с местной полицией. Мне прилетал слезоточивый газ от местных полицейских раз 200, до того, как появились те самые федералы. И все это было от местных полицейских. Мне смешно, когда я вижу нашего мэра, жалующегося, что он получил порцию газа от федералов, проявляя солидарность. Мне хочется сказать, Тед, где ты был, когда твои полицейские травяли детей этим газом? Не специально, конечно, но они бросали эти снаряды куда попало, и водители, просто проезжающие мимо с детьми, просто-напросто слепли. А как насчет того, что полицейские снимали жетоны с формы, чтобы их нельзя было идентифицировать? Нет имени, нет номера. Не к кому потом претензии предъявлять. Делай, что хочешь. Поскольку я работаю непосредственно с шефом местной полиции, и я участвую в обсуждениях о том, как изменить ситуацию и работу полиции, какие нужны реформы и улучшения, так вот мы начали над этим работать еще в 2012-м. Но, конечно, мы продолжаем учиться, улучшать и приспосабливаться, и привлекать граждан к этому процессу. Но я оптимистка, и я верю в то, что мы должны слышать, слушать, и если мы хотим найти пути для диалога, мы должны быть смиренными и открытыми. Я реально ценю очень этих людей полицейских, которые делают то, что они делают. Считаю, что они делают просто грандиозную работу, не боятся. То есть, ну, мне кажется, что им нужно памятник поставить за то, что они реально делают. Мы должны урезать бюджет полиции, мы должны следовать требованиям лидеров движения и сделать то, что они просят. Прежде всего, сократить расходы полиции на 50 миллионов долларов. Мы уже добились сокращения на 15 миллионов, но впереди еще долгий путь. Если говорить о более глобальных вещах, которые очень трудновыполнимы, мы должны заставить полицию понимать, что жизни черных имеют такое же значение, как жизни белых. Все жизни имеют значение. Я ехал в машине со своей женой, и меня остановили полицейские. Думаю, эта остановка без причины была просто предлогом для моего задержания. Хотя я и знаком с местными полицейскими. По молодости разное случалось. Меня привезли в участок, я сижу на полу, говорю по телефону с адвокатом, и он говорит, «Эд, можешь ехать домой?» Я все решил. Я встал, начал уходить и поднял руки. Меня схватили за шею, начали душить. Я просил их остановиться, однако они продолжали крутить мне руки и ноги. Я пытался сказать, «Я не могу дышать! Я не могу дышать!» С наступлением поздней ночи тут также две группы протестующих. Вот еще недавно была одна у здания местного суда городского, другая у здания федерального суда. У городского суда акция была достаточно мирная, с речами, с молитвами коренного населения индейцев. Здесь же были достаточно такие агрессивно настроенные молодые люди, которые явно провоцировали федеральных агентов, выкрикивали оскорбления, нецензурные в их адрес, после чего получали предупреждение о том, что если они начнут портить федеральную собственность, то будут приняты жесткие меры. После чего федеральные агенты вышли к этому забору, полной экипировки, начали стрелять в воздух. В какой-то момент здесь подожгли, подожглись деревянные щиты и началась перепалка между протестующими. Дни считают, что такими действиями они только компрометируют все движение, а другие считают, что борьба должна быть именно такой. Перед зданием верховного суда местного там что-то распыляет. Но, по-моему, это не газ. Но какая-то химия. В общем, дышать около этого забора невозможно. Ну вот сейчас уже не знаю, которая граната разрывается, шашка со слезозащилым газом, наверное, 20-я. Доходит этот, мне кажется, газ до нас. Одним из главных событий зарождения американской нации было боснанское чаепитие. Кучка людей собрались, скрыли свои лица и уничтожили английскую собственность. Это было, по сути, восстание. Америка родилась из мятежа. Почти все большие шаги вперед, сделанные Америкой, особенно в отношении прав человека, сопровождались жестокостью. Рабство не исчезло само по себе. Сотни тысяч людей погибли, чтобы это произошло. Движение за гражданские права в 60-е годы осталось в памяти как что-то мирное. Однако было множество жесточайших, многонедельных бунтов. Вчера здесь праздновали хоть и маленькую, но победу. Федералы обещали уйти из города. Но борьба на этом не заканчивается. При этом у каждого по-прежнему остается свобода выбора, участвовать в этой борьбе или нет. Лиза Каймин, Дмитрий Попов, Артем Пугаченко, RTVI, Портланд.